Друзья, доброе утро! Это Санкт-Петербург. Вот местописание Иакова, первая глава. Вот о чем я размышлял сегодня. Иакова, первая глава, со второго стиха. «С великую радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Аминь». Вы знаете, интересно, что не сильно часто хочется говорить об испытаниях. Очень много уже проповедей на эту тему. Такое ощущение, что, как сказать, мы постоянно живем в испытаниях, а где же радость? Но интересно, что... И я тоже не сильно хотел на эту тему говорить, но вот эти стихи, как бы, на эти стихи обратил внимание. И очень интересно, что тут сказано, что «С великой радостью принимайте, братья, когда впадаете в различные искушения». Искушения здесь тоже еврейский перевод, как испытания могут быть. Ну, еврейский перевод – испытания. И вот интересная вещь, что меня, как бы, я обратил внимание на слово «радость». Что за радость, когда приходят испытания? Никто из нас сильно-то и не радуется. Более того, никто сильно не хочет. И не дай бог, чтобы приходили какие-то очень серьезные испытания. Но интересная вещь, которую я заметил, и почему здесь радость? Я подумал, почему радость-то? Что за радость, когда приходят разные испытания? Но я заметил одну такую вещь, что, проходя определенные трудности или испытания, может быть, поначалу они и неприятны, и не хочешь их. Но со временем, когда проходишь какой-то анализ, размышляешь, когда ты прошел вот эти уже испытания, то понимаешь, что они были довольно полезны, и ты приобрел определенный опыт. И вот здесь даже дальше интересно сказано, что испытание вашей веры производит вот это слово тоже. То есть после того, как ты проходишь какие-то испытания, что-то производится. Зачастую я делаю выводы, что я приобрел, и вот здесь, допустим, производит терпение. Если мы посмотрим на перевод этого слова, терпение, выдержка, стойкость, постоянство, перенесение трудностей, выносливость. То есть в данном случае, он говорит, если вы проходите испытания, то вы можете получить перенесение, научитесь переносить трудности, будет постоянство, появится выносливость, выдержка, терпение. Интересная вещь. Зачастую, когда я прохожу какие-то испытания, потом оглядываюсь назад и понимаю, что я приобрел определенный опыт. Они мне нужны были. Я увидел, может быть, новые направления. Я поставил перед собой новые цели, новые задачи. Я четко понимаю, как их пройти. И так выходит, что из всего опыта, жизненного христианского опыта, я вижу, что испытания даны нам для того, чтобы что-то производить. Зачастую это очень хорошие вещи, которые помогают нам двигаться по жизни, преодолевать определенные трудности. Вот, друзья, если какие-то испытания приходят в вашу жизнь, ну, пусть не приходят слишком страшные, но, проходя их, вы получите определенную пользу. Будьте благословены во имя Иисуса Христа. Аминь.